МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в этом выпуске. Готовность номер один. Как силовики обеспечат безопасность школьников 1 сентября? Для чего нужна микроперепись населения и как отличить мошенника от переписчика? Очередная революция в искусстве. А теперь техническая. Великие модернисты на огромных экранах в Самаре. Лидером рейтинга среди глав администрации городов Приволжского федерального округа с максимальным индексом стал глава администрации Самары Олег Борисович Фурсов. На втором и третьем местах разместились главы Перми и Уфы. Среди заслуг самарского руководителя значится обновленный вестибюль станции метро Кировская, который теперь будет расположен ближе к проходной завода имени Кузнецова. Замыкают рейтинг главы администрации Ёжкоролы и Ульяновска. В Самаре завершается подготовка школ к началу учебного года. Особое внимание безопасности. Пристальному контролю подвергается все, начиная от прилегающей территории и заканчивая осмотром каждого уголка самого здания. Марина Матвеевшина продолжит. Родители могут не волноваться за жизнь и здоровье своих детей, отдавая их в школу. Все самарские учебные учреждения прошли проверку безопасности. Особое внимание уделили противопожарным мерам. Во всех школах установлена и обслуживается автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения. Пожарные несколько раз инспектировали здание, чтобы проверить, как устраняются обнаруженные нарушения. Слабые места мы указываем департаменту. Абсолютное понимание у нас есть. На сегодняшний день уже остались единицы, скажем так, объектов, где существует данная проблема. Усилен антитеррористический контроль. В школах организованы пропускные пункты и охрана. Последний день летних каникул полицейские со специально обученными собаками обследуют 116 школ. После этого в здании посторонним вход будет воспрещен. На сутки с 31 августа по 1 сентября все школы возьмут под круглосуточную охрану. И первую учебную неделю рядом со школами будет усилено патрулирование. Для школьников пройдут уроки безопасности. Дети возвращаются с каникул. Многие из них отдыхали где-то вдали, так сказать, от большого города, от дорог. Происходит определенное такое растормаживание, что ли, детское. Сентябрь очень опасный с этой точки зрения месяц, когда нам приходится достаточно много внимания уделить тому, чтобы вернуть детей в рамки, так сказать, большого города. Безопасности будут учить и взрослых. Все сотрудники школ уже прошли обязательный инструктаж правил поведения во время ЧП. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. В Самарской области маленькие пациенты выстраиваются в очередь за прививками. Чтобы унылая пора не обернулась для ребят температурой и лекарствами, необходимо вовремя, согласно национальному календарю профилактических прививок, посетить доктора. На острие медицины побывала Алина Чемерис. Плюшевый бублик поддерживает маленького Дениса в кабинете врача. На прививку храбрый парень пришел без колебаний. Мама сказала, нужно для здоровья. Мы не первый год делаем, поэтому каждый конец лета, начало осени мы всегда делаем прививки. Я считаю, что это самая лучшая защита, чем пихать ребенка таблетками или всякими средствами, другими лекарствами. Сегодня в Самарской области прививки от разных болезней сделали почти 90% детей. Эта цифра должна быть выше, уверены специалисты. В некоторых случаях родители отказываются от вакцинации ребенка. Прививку от туберкулеза в этом году сделали меньше половины ребят. Врачи напоминают, постоянный медотвод от прививок имеют только дети с тяжелыми заболеваниями. Остальные малыши обязательно должны проходить процедуру вакцинации. За примерами далеко ходить не надо. Сейчас в реанимации больницы Середавина находится девочка 9 лет, у которой диагностировали столбняк. Это заболевание парализует нервную систему. Вовремя сделанная прививка позволила бы избежать этой болезни. У ребенка были до года проблемы здоровья, поэтому мама напуганная, встревоженная состоянием здоровья ребенка после рождения. Она, в общем-то, отказывалась от проведения прививки. И сегодня мы имеем на сегодняшний день ребенка, которому поставлен диагноз столбняк. Ребенок в крайне тяжелом состоянии, хотя делается все для того, чтобы помочь этому ребенку справиться с очень тяжелым заболеванием. Дифтерия, полиумелит, вирусный гепатит. От всех этих болезней можно застраховать ребенка уже в первые годы жизни. С прошлого года в национальный календарь профилактических прививок внесли изменения. Введена вакцинация против пневмококковой инфекции для детей с двухмесячного возраста и вакцинация против гемофильной инфекции. Это инфекции, которые вызывают часто заболевания у детей первых лет жизни. Уже мы имеем результаты по Самарской области. Уменьшение количества вне больничной пневмонии за последний год на 20%. И в семь раз уменьшилось количество случаев гнойных отитов у детей первых лет жизни. Врачи напоминают, прививку детям, которые недавно переболели, например, простудой, делать можно. Правда, стоит подождать около двух недель и обязательно проконсультироваться с аллергологом-иммунологом. Алина Чемерес, Станислав Левин, События. Озеро Лесной Колог в промышленном районе Самары вернут к жизни. На просьбу жителей навести порядок на территории водоема откликнулись члены Общественного совета микрорайона Дубрава. В этом же году за счет средств городского бюджета пролойнируется привести в порядок озера Банная и Болгарка в Куйбышевском районе Самары. Чуть позже очистят озера Шишига и Яблонька в Кировском районе. За очисткой озера Лесной Колог наблюдала Лариса Шлафаст. Вместо чистой воды густой ил. На берегу свалка мусора. Озеро Лесной Колог в промышленном районе Самары жители обходят стороной. Вспоминают, когда-то здесь купались дети и водились утки. Сейчас есть одна, только резиновая. Лесной Колог нужно вернуть к жизни, решили местные жители. С этой инициативой они обратились в Общественный совет микрорайона Дубрава. Идею поддержали. Городской департамент благоустройства и экологии заключил муниципальный контракт и подрядчики уже приступили к работе. Местные жители радуются. Это, так сказать, является легкими нашего района. И мы очень часто здесь проводим свое время. Ну и, собственно говоря, сюда, конечно, тоже ноги нас иногда приводят. И хотелось бы уже, чтобы здесь было что-то более такое красивое. И я очень рада, что взялись за очистку. Рабочие убирают мусор, пилят аварийные деревья, вырубают кустарники. Работы много. С этого участка запланировано вывести порядка 300 кубов мусора. В планах и очистка дна озера. Для этого привлекут тяжелую технику. Донные отложения, они берутся где-то на сантиметров 30-40. Да, потому что озеро заилино, и родники не могут просто пробить воду. Тем самым мы дадим возможность, чтобы оно ожило. Насколько качественно подрядчики очищают озеро, следят члены общественного совета. Наша задача – общественный контроль по работам по этому озеру. И плюс, конечно, я думаю, что жителями микрорайона нужно проводить работу по поводу того, что этот кусочек, такой оазис, он чистый, красивый, должен стать им. И после этого нужно его сохранять все вместе. Полностью привести территорию в порядок подрядчики планируют в течение месяца. Алина Чемерис, Лариса Шалафас, Сергей Баскин. События. Территория микрорайона «Озерный» в этом году заметно преобразилась. При помощи общественного совета благоустроен парк и несколько скверов. Организован автобусный маршрут, установлены бордюры. Планы по дальнейшему благоустройству района обсудили на общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором». 23-й дом по улице Силаева жильцы прозвали «Заброшенный угол». Нагодворника здесь не ступало давно, жалуются люди. Заросли травы выросли в человеческий рост. А недавно на Силаево появилась даже своя Красная площадь. Чтобы не пробираться к дороге по грязи, жители выложили тропинку из красного кирпича. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, люди пришли на общественные слушания в рамках проекта «На связи с губернатором». Грязь, пыль, асфальт у нас переломанный. Хотя бы дорогу бы сделали нам, асфальт там проложили бы. Дети через садик пройти не могут ни осенью, ни весной, ни зимой. Ничего не убирается. Мы в пыли, задыхаемся. Машина проехала, все. Мы уже в пыли, мы ничего, никого не видим. Общественный совет в микрорайоне «Озерный» создан в апреле. Инициативная группа уже организовала несколько совместных акций. Привели в порядок сквер и парк «Скорбящей матери» в совхозе «Кряж». Благоустроили территорию поселка «Озерный». При участии общественного совета организовали автобусный маршрут до поселка «Озерный». Наша задача – это сохранить и приумножить, и создать хороший, благоустроенный микрорайон, в котором мы живем. Общественный совет еще не только будет делать какие-то дела, но и контролировать проведение работы. То есть мы вот принимали этот парк, мы принимали, как делали вот эти тропинки, тротуары в поселке «Озерном». То есть наша задача еще и контролирующая. Решать наболевшие проблемы с помощью общественных советов люди смогут быстрее и эффективнее. Следующий этап реформы местного самоуправления – выборы депутатов районной советы. Они пройдут 13 сентября. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Ежегодно в областной столице водительские права получают порядка 14 тысяч человек. По данным госавтоинспекции, автолюбители с небольшим водительским стажем нередко становятся виновниками дорожных аварий. Чтобы банальный непрофессионализм не становился причиной новых ДТП, требования как к ученикам, так и к учителям становятся жестче. С подробностями Павел Баймаков. Денис Кушков рассказывает, этого дня ждал лет с 15. Мечта сбылась. Отучившись в автошколе, молодой человек сдал теорию, практику и получил водительское удостоверение. На все про все ушло около трех месяцев. По мнению Дениса, каждый, кто хочет стать водителем, должен пройти весь процесс обучения от А до Я. Ведь оказавшись за рулем, в первую очередь приходится бороться с самим собой. Самое сложное – это ездить по городу. То есть надо держать в уме и правила дорожного движения, следить за пешеходами, другими автомобилями. Бывают ситуации, когда ты просто не знаешь, что делать. Чтобы подобных ситуаций не возникало, необходимы навыки, которые новичкам и прививают в автошколе. Еще в прошлом году в областной столице насчитывалось 54 автошколы. После проведения очередной аттестации их число сократилось до 40. Свою деятельность по подготовке профессиональных водителей продолжают осуществлять лишь те материально-технические базы, которых позволяет это делать на должном, установленном законом, уровне. В каждой автошколе, согласно правилам, должен быть свой автопарк, а также автодром, на котором курсанты смогут оттачивать мастерство вождения. Необходим и постоянный штат инструкторов. Они должны быть профессионалами и нести полную ответственность за своих учеников. Если в ходе проверки по ДТП устанавливается вина начинающего водителя или водителя со стажем управления до трех лет, в обязательном порядке нами направляется представление в адрес руководителя учебного заведения, который проводил водительскую подготовку с данным кандидатом. В госавтоинспекции ведется ежеквартальный рейтинг автошкол. С их перечнем и адресами можно ознакомиться на сайте областного управления ГИБДД. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Государственная регистрация недвижимого имущества в России временно приостановлена. Причина – технические неполадки при отправке электронных документов в управление Росреестра. Сейчас ведомство проводит объединение федеральных и региональных баз Госреестра. Из-за этого технические сбои произошли сразу в нескольких регионах страны. Выписки из единого реестра недвижимости пока нельзя оформить и в Самарском многофункциональном центре. По информации руководства МФЦ, прием документов приостановлен до 22 августа. На данный момент выполняется такая функция экстратерриториальности, когда создается общая база по всей России. Соответственно, это достаточно сложная техническая задача. И появляются какие-то накладки. Соответственно, у нас есть письмо от Росреестра, что до 22-го пока прием надо прекратить. Все службы, которые в этом задействуют, прикладывают максимум усилий для того, чтобы быстрее запустить эту услугу. 1 октября в Самарской области начнется микроперепись. Постучаться, однако, не в каждую дверь. Из трехмиллионного населения губернии сосчитают чуть больше 1%. Это своеобразная репетиция перед всероссийской переписью в 2020 году. Нужно обучить людей и обкатать новые технологии. У каждого переписчика будет планшет. Данные сохранит специальная программа. В этом году будут новые вопросы о здоровье и о том, проживал ли человек когда-либо за границей. Таким образом сложатся портреты людей разных социальных слоев, проживающих в Самарской губернии. Выборка составлена так, чтобы в ее состав попало сельское население, городское население, различные типы домохозяйств по структуре доходов, образования, для того, чтобы результаты проведенной переписи были репрезентативными, то есть представительными. Чтобы ситуацией не воспользовались мошенники, самарцам следует соблюдать меры безопасности. У переписчика будет именное удостоверение. Сумка синего цвета и вот такой браслет на запястье с логотипом Росстат. Также переписчик будет обязан предъявить паспорт. Всего по области будет задействовано более сотни специалистов, благонадежность которых подтвердили в МВД. 1 октября на домах, которые участвуют в переписи, появятся информационные листовки с номерами телефонов для вопросов. Творчество художников-модернистов весьма провокационное для своего времени. Современные художники сделали еще более революционным с помощью технического прогресса. В Самаре, первом городе после Москвы, открывается интерактивная выставка. По сути, это слияние живописи, медиатехнологий и кинематографа. Живопись в непривычном формате увидела Марина Кравцова. 500 квадратных метров экранов по всему периметру зала завораживают и увлекают в бесконечное пространство искусства эпохи модернизма. Более тысячи картин десяти знаменитых модернистов, от Гогена до Малевича, преобразованы в анимированные фильмы. Музыкальное сопровождение в духе каждого видеоряда. Создатели мультимедийного проекта «Великие модернисты. Революция в искусстве» с помощью современных технологий попытались отразить настроение эпохи, когда технический прогресс влиял и на искусство. Мы попытались реализовать то, что было заложено художниками в эпоху модернизма, то есть отразить, как современные технологии на них повлияли, и показать зрителю внутренний мир каждого из художников, чтобы зрители могли действительно прийти и погрузиться в состояние этих картин. На создание анимаций и воплощение идей авторам потребовалось полгода и немалая доля креатива. Техника, она дает всем одинаковые возможности. Именно та команда, которая делала, собственно, сам видеоряд, подбирала музыку, и, по сути дела, творцы этого проекта, это художники. 50 минут интерактива. Начала и конца нет. Приступить к просмотру можно в любое мгновение. По замыслу создателей, такой формат будет интересен и ценителям искусства, и молодежи, которая привыкла больше времени проводить у мигающих экранов, планшетов и смартфонов. Выставка может стать переходным моментом, способом заинтересовать новое поколение классическими ценностями. Выставочное пространство проекта «Великие модернисты» становится неким порталом в мир искусства конца 19-го, начала 20-го веков. Атмосфера полного погружения. Оказываешься буквально внутри живописных полотен. Столь нестандартный подход к революционному искусству получил одобрение московской публике. В столице интерактивную выставку посетили более 150 тысяч человек. Своё турне по регионам «Великие модернисты» начинают с Самары, где будут гостить до 1-го ноября. Официальное открытие интеллектуального шоу 22-го августа. Марина Кравцова, Павел Кресняков. События. На этом наш выпуск завершён. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттере, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И это пока все городские новости, а у меня ещё события экономики. Не переключайтесь. Своего жениха с ипотекой она ласково называла «суженый». Может, к счастью, а может, наоборот, но теперь банки стали выдавать меньше ипотечных кредитов. Первые два места по объёму выдачи ипотеки заняли два крупнейших госбанка – Сбербанк и ВТБ-24, которые выдали, соответственно, 304,72,5 млрд. рублей. На третье место переместился специализированный ипотечный банк «Дельта Кредит». Замыкают пятёрку лидеров – Банк Москвы и Россельхозбанк. Последний выдал ипотечных кредитов лишь на 9,3 млрд. рублей. Аналитики компании «Русипотека» подсчитали, что по всем банкам из пятёрки лидеров объём ипотеки значительно снизился, а в целом по рынку ипотечного кредитования снижение у различных банков составило от 13 до 73%. Если дело пойдёт дальше такими темпами, то желающие взять ипотеку начнут грабить банки. Собственники жилья судятся с компанией «Трансгруз», которая не может начать застройку в историческом центре. В прошлом году застройщик получил право застройки двух территорий в историческом центре Самары. Один участок на улице Пушкина, второй в границах улиц Ленинской, Маяковского, Пушкина и Ярмарочной. Но компания не может начать стройку из-за сохранившихся прав собственности на уже снесённые дома. Начиная с января текущего года «Трансгруз» подал в Ленинский районный суд Самары 9 исков к частным лицам. Исками застройщик пытается прекратить право собственности физлиц на уже снесённые дома. Четыре иска компании к частным лицам уже удовлетворены судом. На заседании ещё по двум собственным искам представители «Трансгруза» не явились, в связи с чем они оставлены судом без рассмотрения. Пилотов латвийской авиакомпании «Эрбалтик» улечили в употреблении алкоголя перед вылетом. Инцидент произошёл в Осло. Экипаж сняли с рейса и провели разбирательство. Все фигуранты дела получили реальные сроки. Второй пилот осуждён на полгода, а две стюардессы будут отбывать наказание 45 и 60 дней. Больше всего алкоголя в крови было обнаружено у второго пилота – 1,35 промилле, что соответствует средней степени опьянения. Суд над командиром экипажа, который тоже был пьян, состоится 17 сентября. На борту лайнера, по данным авиакомпании, находилось 109 пассажиров. Российский фондовый рынок открылся снижением индекс ММВБ в минусе на отметке 1673 пункта. Аутсайдеры – Мечел, Мвидео, Роснефть, ФКБ Открытие и Солерс. Среди лидеров роста – полюс золота, русал, полиметалл и мегафон. К открытию торгов в России сложился негативный внешний фон. Американские и европейские площадки закрылись в минусе, по-прежнему опасаясь ослабления экономики Китая. Опубликованные вчера итоги заседания ФРС США показали отсутствие консенсуса относительно сроков повышения процентных ставок. Нефтяные котировки обновили годовые минимумы и продолжают снижение под влиянием разочаровывающей статистики по запасам нефти в США. По мнению аналитиков, стоит быть готовым к дальнейшему снижению черного золота. Курс доллара на 20 августа – 65,75 рубля, курс евро – 72,70 рубля. Золот стоит 2373 рубля за грамм. Серебро стоит 31,36 рубля за грамм. Цена нефтемарки Brent – 46,90 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Гандбольная лада усилилась игроками национальной сборной России. Воронежскую акваторию покорила грибная сборная 63-го региона. Самарские легкоатлеты привезли медали со спартакиады учащихся. В Саранске, Мордовия прошел финал летней спартакиады учащихся по легкой атлетике. Более 500 спортсменов разыграли комплект наград. Самарская сборная удостоилась трех медалей. Чемпионкой спартакиады в метане молота стала Софья Палкина. Спортивный снаряд улетел на 68,5 метров. Дальше всех в длину. На 7,35 метров прыгнул Евгений Тимофеев. Серебро в тройном прыжке. Результат почти 15 метров завоевал Валерий Марков. В итоге в общекомандном зачете по 47 видам спорта Самарская область заняла 9 место. В Воронеже финишировало первенство России по гребле на байдарках и каное. На старт вышли юноши и девушки от 13 до 16 лет. Сначала на 200-метровой дистанции бронзовую медаль привез на байдарке Дмитрий Малютин. Успех подхватила на 5 километрах Александра Обухова на каное. У нее серебро. Данила Пискорский на этой же лодке занял 2-3 места, преодолев 200 и 1 тысячу метров соответственно. Чемпионом страны стал Михаил Востриков и его золотые 500 метров. Гандбольная лада заключила контракты с двумя игроками национальной сборной России. Ольга Акопян и Дарья Дмитриева в прошлом сезоне выступали за Волгоград. Но проблемы с финансами в Динамовском клубе позволили перекупить мастеров ручного мяча в тольяттинскую команду. Теперь, по мнению главного тренера Ливона Акопяна, состав автозаводцев существенно усилился. Пара Волгоградок тактически обогатила игровой потенциал лады. С другой стороны, в межсезонье покинули спортивный коллектив 6 игроков. Из них 3 голкипера. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова